В современной философии все стало темным, просвещение, логос, экология и даже делез. Обращение к тьме знаменует не только эстетический, но и концептуальный выбор, подразумевающий особое внимание к негативному, непознаваемому и нечеловеческому. В своей статье Самсон Либерман рассказывает о тематике тьмы в философии, о том, как все это связано с противостоянием Платону и Декарту, тоталитаризму и солипсизму. Темнота и тьма, широко распространенные в современной философии эпитеты, которые обычно упоминаются в связке с некоторым направлением мысли, областью знаний или концепции темная экология, темное делезианство, темное просвещение, темная теология, темный логос и т.д. Часто этот эпитет обозначает непрозрачность, непознаваемость некоторых объектов или вещей в целом, вкупе с некоторой маргинальностью и запрещенностью предлагаемого учения. Также отсылает к эстетике хоррора, к ужасам, когда темное – это нечто не просто непознаваемое, но и нечеловеческое. Темное также имеет этическое и политическое измерения, когда тьма представляет собой либо прямой бунт против существующего порядка света, либо некоторую лакуну, складку которая оказывается в тени и ускользает от прямой власти света. В целом характерно внимание к теме негативности, ничто и другим эстетически ассоциированным вещам. Часть 1. Одной из первых позитивных тематизаций и тьмы в истории философии являются мистические сочинения псевдо-Дионисия Ариапагита, в которых представления о Боге связываются не с образом Солнца и Света, а с божественным мраком или божественной тьмой. Этот образ используется, чтобы подчеркнуть человеческое неведение и беспомощность перед лицом Бога. По следам псевдо-Дионисия возникла традиция апофатического богословия, согласно которой Бог может быть дан человеку только как некоторое отсутствие положительных характеристик, как ощущение собственного незнания, как тайна. Метафора божественной тьмы позволяет удерживать вместе трансцендентность Бога, его принципиальную недоступность и нечеловечность, и возможность соприкоснуться с этой недоступностью в мистическом опыте, или как минимум говорить о ней. Схожим образом использует этот гносиологический потенциал темного и современная континентальная философия. Апофатическая стратегия определения своего предмета характерна для пост-гуссерлевской пост-хайдегеровской феноменологии Левеназ, Мерла-Панти, Леотар, Марион, Лакановского психоанализа и некоторых подходов в социальной философии середины прошлого века Нанси, Бодрияр, Сартр. Однако, собственно, в гносиологии и антологии эта темная традиция стала заметной только в последние 30 лет в связи с популярностью спекулятивного реализма, постколониальных исследований и хоррор-стадис. В русскоязычной традиции всплеск философского интереса к темному приходится на вторую половину десятых, начавшийся с первых переводов Хайл Пресс в 2015 году и достигший апогея в 2019 с выходом темных выпусков журнала Логос. Ключевым антологическим положением, связывающим все эти разнородные течения и позиции вместе, является положение об автономности и субстантивности темного и негативного. В то время как классика склонна трактовать темное и негативное как нечто производное от света, его момент и оно бытие. Философия темного настаивает на некоторой позитивной тьме, позитивной негативности, не нуждающейся для своего существования в свете. Она предлагает мыслить не что как нечто. Классика же, начиная с Парменида и продолжая Хайдегером, утверждает невозможность такого хода мысли. Темная философия предлагает различать один ничто как отсутствие и пустоту, два ничто как темное и тайное. В пределе эта установка предполагает мыслить любое нечто как темное, как недоступное и нечеловеческое. Это означает, что мы должны предположить одновременную непознаваемость и доступность в апофатическом опыте объектов, признать их внешний характер и темноту в качестве онтологических характеристик. Мы не можем полностью познать не только Бога или черную дыру, но и жену, и соседа по лестничной клетке, и климат, и подручную технику, и вирус, поселившийся в нашем нашем ли теле. И при этом у нас нет сомнений в том, что все перечисленное не является плодом нашего воображения, мы имеем ежедневный опыт столкновения с темным, женщины, соседи, глобальное потепление, запрещенное в России социальные сети, ковид, война, все это действительно существует. Темное можно считать одной из стратегий мышления внешнего человеку, наряду с контингентным, посттрансгуманистическим, нечеловеческим, экологическим и так далее. Против Платона и тоталитаризма темное часто определяется апофатически и через противопоставление некоторой мейнстримной позиции света. Родоначальник метафоры света в философии, это, конечно, Платон. Ниф о пещере из седьмой книги государство прочно закрепил в истории западной мысли связку между солнцем и светом с одной стороны и знанием, философией с другой. Узники пещеры Платона пребывают в неведении не только относительно окружающего мира, но и относительно своего положения в нем. Они не только ничего не знают, но и не знают, что ничего не знают, они уверены в подлинности тех иллюзий, что видят внутри пещера. Выход из пещеры к солнцу и с темноты к свету преподносится в этом мифе как очевидное благо для человека, поскольку солнце и его свет и есть абсолютное благо. Эта метафора солнца благо абсолюта единого дальше через поздний неоплатонизм попадает в христианскую традицию. Мистическое учение о божественной тьме псевдодионисия отчасти является ответом на эту платоновскую языческую метафорику. Однако для Ника Ланда и других адептов темного просвещения платоновский выход из пещеры, это не столько про личное и мистическое движение к истине, сколько про диктатуру науки и институтов познания в целом. И действительно, миф о пещере появляется именно в государстве, а Платон является первым основателем философской институции Академия. В утопии Платона верховная власть принадлежит философам именно благодаря их привилегированному положению в просвете выхода из пещеры. Сократовское я знаю, что ничего не знаю, а другие не знают, и этого в мифе о пещере становится легитимацией власти. Последняя должна принадлежать именно тем, кто стремится выйти из пещеры к свету, поскольку остальные живут в иллюзии и довольны своим положением. Как говорится, они даже не знают, что они в пещере. В статье «Проклятие солнца» из темного логоса Ник Ланд разбирает платоновский миф о пещере через призму солярной экономики Жоржа Батея. В работах Батея Ланды интересует концепция черного солнца, скрытого в звезде разрушительного и даже смертельного потенциала. Для француза солнце – это не неиссякаемый источник блага и созидания как у Платона и неоплатоников, но наоборот, длящаяся трата и самозгорания. Весь мир действительно подчинен логике солнца и является его продолжением, но это логика бескорыстного разрушения и смерти, а не творения и созидания. Как указывает Ланд, у самого Платона есть четкие предостережения против прямого контакта с солнцем, смотреть на него напрямую нельзя. Однако уже у просветителей эта опасность солнца не упоминается, их идеал – это полное совпадение взгляда и света, реальности и знания. Мы как будто все еще илины, интерпретируем зрение как обратное движение восприятия, а не как острое жжение сетчатки. Просветители забывают, что прямое совпадение с солнцем – это слепота и в пределе смерть. Пещера, социум – это не просто заблуждение и иллюзия, но некоторая канализация гигантского потока чистой энергии, защита от безжалостного солнечного света. Реза Негористани в циклонопедии противопоставляет образу пещеры, образ пустыни, где у солнечного света нет ни малейшего препятствия, все просматривается и просвечивается. Уподобление Земли солнцу, которыми грезят просветительские утопии – это опустынивание и смерть. Темнота пещеры и абскурантизм – это попытка уберечься, спрятаться от власти прямого взгляда и опустынивания. Темное просвещение – это история про стремление избежать насилия света и знания, избежать солнечного монизма, испепеляющего тоталитаризма прозрачности. Против Декарта и солипсизма в гносеологической перспективе тьма часто противопоставляются декартовскому естественному свету разума и первой очевидности. Наиболее четко эта критика гносеологического оптимизма сформулирована у Эммануэля Левинаса в лекциях время и другой. Для последнего декартовский оптимизм граничит с солипсизмом, поскольку любой объект является мне исключительно в свете моего разума. Как любят напоминать многие критики Декарта, в его знаменитых медитациях другие люди упоминаются всего один раз и только для того, чтобы усомниться в их существовании, говорю по привычке, будто вижу из окна людей, переходящих улицу. А между тем я вижу всего лишь шляпы и плащи, в которые с таким же успехом, могут быть облачены автоматы. Георг Гегель основное значение мысли Декарта усматривает в том, что последний задал философии совершенно новый оборот, теперь мысль должна начинать с самой себя. Такой солипсистский ход рассуждения действительно делает существование внешнего проблематичным, Декарт решает проблему существования внешнего сознания мира через доказательство бытия Бога и далее через его априорную честность. Бог не может быть обманщиком, а значит чувственный мир все-таки не является иллюзорным, хотя вполне возможно, что не всеблагой Бог, источник истины, но какой-то злокозненный гений-демон, очень могущественный и склонный к обману, приложил всю свою изобретательность к тому, чтобы вести меня в заблуждение. И единственной очевидностью, в таком случае действительно остается сам акт моего сознания. Примечательно, что и сам Декарт, чтобы объяснить возможность заблуждения и незнания вводит в фигуру внешнего демона, то есть некоторые темные силы. Однако дальше этой оговорки не идет, и существование, даже существование Бога у него почти всегда оказывается зависящим от акта сознания и рефлексии познающего субъекта. Как в известном меме мыслю, немыслию или анекдоте, где Декарт на вопрос бармена пива будете, задумчиво отвечает «не думаю» и растворяется в воздухе. Для Декарта ограниченность собственных познавательных возможностей парадоксальным образом оказывается свидетельством собственного существования. Всему же темному и представляющемуся недостаточно ясный отчетливо французский философ отказывает в существовании. Левинас же настаивает на том, что такая ограниченность – это скорее свидетельство существования другого, нежели моего собственного. Декартовская коджета, тяготеющая к солипсизму, является не базовой посылкой любого мышления, не первой очевидностью ума, но некоторой реакцией на столкновение с другим, с темнотой, с тем самым злокозненным демоном. Соответственно, выход из солипсизма перестает быть онтологической проблемой и становится вопросом этическим, вопросом предпочтения ценностей. Не хотите быть солипсистом, перестаньте так остро реагировать на все неясное, мутное и темное. Для Левинаса декартовская загроможденность субъекта собой является препятствием, в первую очередь для контакта с другим. Когда ученый закрывается в башне собственного разума настолько высоко, что не может из окна увидеть других людей под плащами и шляпами, этическое отношение к другому становится проблематичным. При этом, такое затворничество не может быть никогда полным труд, приносимые им боли муки, неизбежны даже для хикикомари вроде Декарта. Для Левинаса труд, боль и самое главное, смерть, это не момент экзистенциального превозмогания себя и нестолкновения с собой, но наоборот. Это свидетельство внешнего, которое всегда будет темным. Смерть, Эрос и Чедородия, главные для Левинаса примеры отношений с другим, которые не могут строиться как отношения между субъектами, через Коджета. Столкновение со смертью, являющаяся образцовой ситуацией столкновения с другим, это конец властвования субъекта, когда мы уже больше не можем мочь. Смерть, это то, с чем человек по определению не может справиться, это не препятствие и не преграда на нашем пути, но наоборот, некоторая приостановка движения нашей субъектности. По мнению Левинаса, только перестав все прояснять и просвещать, мы можем открыть темноту другого. Таким образом, основными областями использования метафоры темного в философии являются гносеология и эпистемология, а также социальная и политическая философия. Важно, при этом, что категория темного одинаково успешно применяется как правыми неореакционерами вроде N. Ланда, так и левыми экофилософами вроде D. Харауэй. В антологии же обычно апофатика мало используется. Близкие по интонации мыслители, вроде Тимоти Мортона и Грэма Хармона обращаются к этой интуиции, однако обычно развивают ее в какие-то свои вполне позитивные концепты, вроде гиперобъектов и вирт. Их интересует уже скорее избыток, чем темнота. При этом избыток вполне может темным, однако вовсе не обязательно.